Привет всем! Решила начать новый влог снимать. Сегодня у нас понедельник. Я занимаюсь обычными своими делами, домашними. Костика и папа проводили мы. И сидим с Кирюшей вдвоем. Дети позаболели уже, успели. Ну, костика уже полегче стала. В выходные проболели. Ну, как болело, сопли только. Насморк и все. Слава Богу, без температуры. А Кирилл с сегодняшнего дня утром проснулся и тоже подкашливает. Насморк. Так что лечимся. Я сейчас делаю тесто. На пирожки хочу сделать пирожки такие с рисом и с сардиной консервированной. Делаю сейчас дрожжевое тесто. Обычное. Рис у меня уже практически сварился 3 минутки осталось. В мультиварке делаю всегда рис. Так удобнее и без заморочек. Дрожжевое тесто обычное. Мука, дрожжи, сахар, соль. Сахар всегда добавляю, даже если делаю не сладкое что-то. Все равно добавляю сахар в тесто, чтобы тесто было вкуснее. Немножечко добавляем. И все. И вода идет. Коды я беру просто с фильтра обычно. Все выходные просидели дома. Вчера, в воскресенье, такая холодильная была ветер. На улице сильный. Сидели дома. С обогревателем целый день. Вчера сидела весь вечер на сайтах всяких. Просматривала объявления о работе. Пока. Пока ничего не находится. Можно так сказать. Сейчас сделаю тесто. Начинку сделаю. Надо будет заняться Кириллом. Попросил компотик. Но я сделаю ему морс из черной смородины. Это по доктору Комаровскому. Кто смотрит его, кто знает, он всегда советует детям, когда дети болеют, делать из черной смородины морс. Он не менее полезный, чем клюквенный. Мультиварка включилась у меня. Там много витамина С. И я сейчас ему с ледиком сделаю морсика попить. И надо будет ему закапать нос. Буду капать ему Калмихоем. Дети у меня любят это дело. Почихать потом. Весело им. И реально помогает от насморка. А так вчера и сегодня я промывала Костику Кириллу соленой водой носы. Хорошо прочищает, пробивает все. Просто в тепленькой водичке развожу морскую соль. И потом такой маленькой спринцовочкой промываю нос. Неприятно, конечно, но зато эффективно. Без всяких капель. Давно тесто не делала. Разучилась. Сейчас как-то реже стало печь. А ну как бы и надоело уже выпечка. Это одно время я прям вообще. Чуть ли не каждый день что пекла. Стряпала. Сейчас уже поднадоела. Реже делать стало. Что-то тесто не хочется никакому не меситься. Так, замесила я тесто. Так, вот теперь накрою полотенчиком. И просто оставлю на столе, не знаю, на час, наверное. Где-то минут через сорок я его, наверное, перебью еще раз. И потом еще оставлю минут на двадцать. И все, я потом буду тоже плепить пирожки. Вот так вот. И займусь теперь начинкой. Для начинки мне нужно почистить лук. И большую луковицу такую почищу. Вообще для начинки нужен рис вареный. Баночка сардини. Вот то или что-нибудь наподобие. Какую-нибудь консерву такую в масле. Чтобы была не в томате, а в масле. Лук поджаренный. Можно также морковь. Морковь поджарить. И все это перемешать. Такая вот вкусная получается начинка для пирожков. Сейчас я сделаю начинку и покажу вам, как я ее делаю. Кстати, вот у меня капуста три дня постояла. Все, она уже готова. Я ее закрыла крышкой и поставлю в холодильник. Сегодня еще хочу сделать винегрет. Вот, осень пришла. Хочется уже винегрета. Только кинулась, мне нет свеклы. Но я все приготовлю, все порежу. И потом вечером добавлю свеклу туда. Так что так вот. Рецепт на винегрет. Я делаю всегда винегрет с фасолью. С консервированной. Рецепт я оставлю под видео. Переходите, смотрите. Потому что я знаю, что винегрет все готовят по-русски. По-разному. Я это делаю, например, с фасолью. Все, убираю. В холодильник. Доставим сардинку. Вот такое для пирожков. Можно сайру. Главное, чтобы было в масле. Мне уже лук обжаривается. Я открою сейчас. Сейчас я открою консерву. И потом дальше покажу, что буду делать. Вот так вот я немножко обжарила лук. Не то, чтобы обжарила, а такой, чтобы он был мягенький. Сильно жареный мы не любим. И рис вареный. Риса я сварила вот такую вот кружечку небольшую. Большую маленькую кружечку риса. И теперь консервы. Я прям с этим маслом все добавляю туда, чтобы было повкуснее. Попробуем вилочкой вот так вот. Так, и добавим сюда. Все, теперь перемешиваем просто. Где что не поломалось, можно вот так вот ложкой. Такая вот начиночка получается. Очень вкусно ее даже так вкусно кушать. Так что вот так вот. Все, теперь будем ждать тесто, когда подойдет. И будем лепить пирожки. А пока я вам покажу, как я делаю морс из смородины. Вот, по комаровскому, так сказать. Кстати, напишите в комментариях, мамочки, смотрите ли вы вообще, или может быть когда-нибудь смотрели, или читали доктора Комаровского. И как вы относитесь к нему вообще, к его, так сказать, методам лечения, к его советам. Я практически на 100% с ним согласна и стараюсь действовать так, как он советует. Там при простуде, например, во многом я его прислушиваюсь. Мне кажется, он довольно-таки адекватный доктор. Все, давайте делать будем морс. Так, у меня есть замороженная черная смородина. Мне кажется, на одну порцию хватит такой вот ложечки. Нет, наверное, все-таки две. Вот так вот положу. Так, зальем тепленькой водичкой. Не горячей, а такой вот теплой. Чтобы у нас витаминки все сохранились. Так, раздавила я там ложечкой прям так вот ягодки. И теперь меда добавим. Сейчас его только отсюда извлеку. Вот так вот. В принципе, можно и с сахаром, и меда нет. Ну, с медом, мне кажется, будет полезнее. Хорошенько это все размешиваем. Добавили мед, я немного еще воды долила. И можно процедить. В принципе, можно и так пить, но ребенок, наверное, будет плеваться. Процедим. Так вот. Можно еще выедавить. Все. Теперь пойдем поить ребенка. А ну, спускайся, Кирилл. Обогреватель мы тут включили. Ну, спускайся. Садись. На, пей. Компотик. Не горячий? Вкусно? Вот, пей. Вкусно и полезно, да? Итак, тесто у меня подошло уже второй раз. Пирожки я буду делать в духовке. Смазала уже противень маслом. Можете делать на сковороде, тоже будет вкусно. Но я не люблю жарить их. Я жареные пирожки люблю, но когда кто-то жарит. А дома всегда делаю в духовке. Мне кажется, так полезнее получается, чем жареные на сковородке. Так, разделяю масло, тесто, масло, тесто пополам. Еще раз вот так вот, немножечко его помну. И сделаю такую колбаску. Раньше я делала, раскатывала большой пласт теста, стаканчиком вырезала кружочки, лепила пирожочки. Но в последнее время я делаю вот так вот, потому что так быстрее вообще. Мне не принципиально, чтобы все пирожки были одного размера, поэтому примерно делаю одинаковые. Без фанатизма. Ну, вот такую вот колбаску примерно скатали и теперь разделим примерно вот на такие кусочки. на глаз. Пишите в комментариях, как вы делаете. Так или по-другому как-то. И еще пишите в комментариях, начинки для пирожков какие-нибудь интересные. Обычно я делаю с картошкой, с картошкой-печенкой. И вот такие вот в последнее время делаю с рисом. Может быть еще какие-то есть интересные, вкусные. Меня вот только что осенило, что мы в этом году с луком и яйцами не делали пирожки. Нам очень нравится. Ну, что-то как-то мы упустили этот момент. Надо бы как-нибудь сделать, хотя... Хотя лук продают вообще в круглый год. Может быть как-нибудь сделаю. Вот. Такие вот кружочки катаем. Так, раскатала я. Такие вот шарики накатала. А теперь будем их раскатывать. Дрожжевое тесто не любит спешки. Поэтому... Делаем все не спеша, не торопясь. Тесто никуда не убежит. У меня бывало на пару раз вот поторопилась как-то. Булочки, по-моему, делала. И тесто плохо подошло. Но я накрутила вот так вот и сразу в духовку. Словно, что времени что-то не было. И у меня булочки получились такие непропеченные внутри. Поэтому лучше не торопиться. Так, вот такой вот круглешочек. И будем формировать пирожок. Начинки мы любим побольше положить. Можно просто так классический пирожок слепить. Я делаю вот так вот. Такими вот треугольничками, конвертиками. Вот так вот. Красивенький пирожочек. Итак, налепила я пирожочки. Вот такие на противень у меня помещается 6 штук. Вот можно их смазать сверху взбитым яйцом. Или просто подсолнечным маслом. Но сегодня я не буду ничем мазать. Будут они просто такие сухие. Просто если их смазать, они будут более такие румяные, красивенькие. Но я сегодня решила ничем не смазывать. И я включила только что духовку. Пускай духовка греется. Пирожки подходят просто вот так вот на противне. Тесто поднимается. А потом ставим в духовку до готовности. Минут на 15. Наверное, 10-15. Смотря какая у вас духовка. Так что вот так вот. А я пока сформирую еще вот такие вот шарики. Вот такие вот пирожочки у меня получились. Красивые. И две вот такие булочки. Начинки не хватило. Такие две булочки. Еще горячие. Сейчас немножко остынует. И я прикрою их полотенчиком. А потом их лучше всего брать в пакет, чтобы они были мягенькие. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...